Друзья, привет! Это Warlords. Стали известны кое-какие очень необычные слухи о закрытии, о прекращении выпуска наборов многих линей. Первая серия это Hidden Sight. Просуществовало, получается, у нас три волны, и подразделить их можно было на две серии, как бы. Где есть вот эти обычные люди, которых заражают призраки, и серия, где уже есть полноценные такие антагонисты, вроде вот этих призрачных теневых воинов. Серия просуществовала чуть меньше, чем два года. Почему такое случилось? Сейчас я попробую, ну, свое мнение высказать. Мне кажется, во-первых, не зашла тема с игрой. То есть, LEGO в основном надавили на эту тему, но мне кажется, блин, считанные покупатели процентов так 30, от силы 40 могли этим пользоваться. Все-таки, ну, не особо пока готовы люди к тому, чтобы вот этим пользоваться. Да и, может, были бы готовы, но я играл в эту игру, и могу сказать, что она очень плохо сделана. То есть, это безумно примитивно, неинтересно, и любая бесплатная другая игра, не связанная с конструктором, но любая бесплатная, она будет интереснее, интерактивнее и так далее. Поэтому, да, сразу минус. Второе, есть серии, это тоже многие люди, не считая меня, да, писали, с лором огромным, с гигантским сюжетом, с предысторией и так далее. Здесь же ограничились тем, что есть два блогера, они охотятся за призраками. И что дальше? Ну, это не особо интересная история. То есть, есть какой-то там ниндзяга, где офигеть много всего придумали, хоть я и не слежу за этим, но, хоть мне это не особо интересно, но все эти сюжеты, они реально большие. У них есть много ответвлений, и да, в это можно вникнуть. Здесь же, к сожалению, вникать не во что. Есть этот небольшой странный мультик с такой, ну, любительской, ну, не всем понравится анимацией, и все по факту. Поэтому серия оказалась проходной, да и вообще, на самом деле, многие из серий LEGO так оказывается, что больше двух лет и не существует. Серия Overwatch неофициально закрыта, но наборы LEGO этой серии сняты с производства. Должна была быть еще одна волна на лето, вот 2020, но ее не оказалось. Это для меня, ну, уже чуть более странно, чем Hidden Side, хотя, возможно, подостыли просто люди к этой игре Overwatch, во-первых. Либо, второе, у LEGO там, ну, не особо получилось, я не знаю, придумывать новые сюжеты, наборы, хотя, с другой стороны, карт много. Либо не особо это пользовалось популярностью, эти наборы, хоть они и были годными, на мой взгляд, большинство из них. Ну, либо LEGO просто с компанией Blizzard не смогли особо как-то договориться на продолжение. Хотя, не знаю, хотелось бы, чтобы продолжались их вот эти все контракты сотрудничества, потому что, ну, Blizzard есть в Warcraft, что гораздо, на мой взгляд, интереснее выпустить в LEGO, чем тот же Overwatch. Но такие дела и жалко, если серию закроют. Серия LEGO Dots оказалась провальной. Я в этом не сомневался. Нас, по факту, ждет еще одна волна наборов, и вот, если она вдруг бы зашла, то тогда, конечно, может, LEGO бы продолжили выпускать. Но что-то мне подсказывает, что это изначально провальный продукт, и LEGO это прикольная игрушка. Раз. LEGO многие наборы интересны для коллекционирования. Два. Но, камон, носить аксессуары из LEGO, это как-то даже кринжово. Потому что дети, которые покупают LEGO, если это детская аудитория, они не особо пользуются аксессуарами. То есть, у них нет нужды в этом. Пеналы и так далее, может, чуть-чуть, да. А взрослая аудитория LEGO, они уже носят, либо не носят аксессуары, либо носят не LEGO-вские аксессуары, какие-то более стильные. То есть, мне кажется, LEGO не особо попали с этой темой. И я изначально вообще как-то, не знаю, ее увидел и сделал вид, что даже не вижу. Вообще не говорил о ней на канале. И для меня нет в этом ничего удивительного, что такая серия может перестать существовать. Пишите, если вдруг среди вас были фанаты или хотя бы люди, обладающие одним комплектом. У меня нет ни одного, честно говоря. Ну и теперь оказалось, что серия LEGO-человек-паук под серией Marvel может перестать выпускать свои комплекты. То есть, они будут сняты с производства, не считая Веномозавры и самолеты Человека-паука. Это все может произойти, их снятие с производства к 21-му году. И, возможно, это имеется в виду ответвление с комиксами, или как раньше был мультсериал. То есть, совершенно Человек-паук, как-то так он назывался, у меня были комплекты. Многие наборы по Человеку-пауку, не считая фильмовых, где там в Венеции был красивый набор, они какие-то все немного простенькие. То есть, не особо старались над этими машинками, самолетами с логотипами. То есть, были они детскими, и, во-первых, что их снимут с производства, ладно. Если снимут с производства те, что по фильму, по второй части, это уже не очень. То есть, если вдруг хотели набор с Венецией, советую прямо сейчас присмотреться к покупке и поискать по скидке. Не знаю, мне кажется, странно, если бы LEGO перестали выпускать наборы по Человеку-пауку, но все возможно. Жду от вас в комментариях мнения. Для меня самым большим, ну, наверное, неожиданным фактом оказался, во-первых, Человек-паук, ну и Overwatch. Потому что Overwatch мне нравились комплекты. Пишите, что думаете вы, поддерживайте канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok